Изобретая несуществовавшие прежде летописи хаев, армян, отцы-основатели Национальной исторической школы современного хаэстана, то есть Армении, неутомимо похищали историю народов Малой Азии, Кавказа и Ближнего Востока. В этом отношении особенно досталось скифам, парфянам и персам, на прошлом которых фальсификаторы буквально паразитировали, безостенчиво превращая ее в историю хаев на страницах национальной, так называемой, классической литературы. Воровской атаке подверглась история семейства Аранди, одной из ветвей древней персидской династии Агаман, Агамонидов. Династия Агамонидов, из которой происходили такие знаменитые личности, как Кир Великий, Дарий Первый, Ксиркс. Тщательно исследованной поколениями ученых, из различных стран, не было обнаружено даже намека на существование не только народа хай, но даже отдельно взятого хая. Но превратив древнюю персидскую династию Аранди, состоявшую в родстве со скифами Малой Азии, в вымышленную фамилию Ервандян, изобретатели национальной истории Армении упрямо называют ее династией хайских царей, а землю, на которых они царствовали, называют Хаистаном. И еще большему воровству и разбою, подверглась история Великой Скифской династии Арсакидов, выходцев из региона современной Туркмении, основателей могучего государства Парфия. На страницах классической хайско-армянской литературы и прочих национальных сочинений, династия Арсакидов была названа Аршакуни и также превращена в вымышленную династию хайских царей. Мы уже рассказывали о том, к каким уловкам прибегали мошенники, изобретая выдумки о несравненной древности хайско-армянского народа. Национализм использовал в качестве сочинительской методики, даже вульгарное кощунство и святотатство. Перекроив Библию в своей классической литературе, лишь бы вставить в нее образ хайка, вымышленного отца хайского народа. Наглый подлог, совершенный прямо в тексте Святого Писания, породил беспрецедентную в истории человечества фальсификацию. Но подлог и фальсификации не ограничивались перекройкой текстов, плагиатом, искажением истории и вымыслами. Речь идет о скифских головных уборах, скифских башлыках. Характерные очертания головного убора скифов-агузов, хорошо известны не только по описаниям древнегреческих историков, но и по бесчисленным рисункам, изделиям и скульптурным изображениям, дошедшим до нас с античных времен. Специфичная форма башлыка, сохранявшаяся на протяжении веков практически неизменной, имела также и некий сакральный смысл, высоким конусом в верхней части, символизируя преданность небесному богу. Такие же башлыки, лишь более декорированные и украшенные, служили коронами скифским правителям. Бесспорно, что специфичный скифский головной убор, является одним из наиболее характерных объектов самобытной культуры этого народа. Именно по этой причине, приватизируя прошлое народов Малой Азии, Кавказа и Ближнего Востока, сочинители хайских историй должны были каким-то образом похитить его. Ведь в условиях, когда все династии, правившие в регионе, объявлялись хайскими, а все правители хаями, скифские башлыки, которые они носили на сохранившихся изображениях, становились просто костью в горле фальсификаторов, изобретавших подложную историю. Но вернемся к характерным особенностям головного убора, отчетливо отображенным на монетах представителей царских династий, правивших в регионе Восточной Анатолии. О несомненной принадлежности носителей этих корон к скифской культуре свидетельствуют. Первое. Это характерный дизайн самого скифского башлыка. Два. Это пять остроконечных выступов на вершине короны, символизирующих пять стрел, осей, мироздания. Три. Это восьмиконечная звезда, символ Солнца и небесного Бога. Четыре. Это орлы, священная птица и татем скифов-агузов. Пять. Это царская лента, повязанная по скифской традиции поверх башлыка. Подобные факты крайне раздражали паранойю хайского национализма, которые приняли решение подвергнуть скифский головной убор переработке. А в качестве исходного оправдания для подобной экзекуции, махинаторы выдвинули идею, будто зубцов на вершине короны было много и располагались они по кругу. На основе этого хитроумного приговора, башлык был разрезан поперек, чуть выше линии лба. Отделившаяся нижняя часть была превращена в нечто вроде подвески, прикрепленной снизу к металлическому ободку, или цилиндру, по верхнему краю которого были пристроены, те самые многочисленные островерхие выступы. Так была вылеплена особая, ни на что не похожая хайская корона. Выдумка о хайских царях, в которые были превращены скифские правители, дополнилась еще придатком, в виде хайской короны с пропагандой о ее уникальности. Парадоксально, но относительно уникальности, фальсификаторы оказались в чем-то правы. Судите сами, у кого еще есть корона, сделанная из разорванного скифского башлыка. Только у вымышленных хайских царей. Вот так и пошли бродить, по страницам интернета и национальных изданий Хаястана воображаемые хайские цари в особых хайских коронах, увенчанных забавными пучками, выставляя на показ эту невежественную и смехотворную фальшивку. Заканчиваются ли на этом измышления фальсификаторов? Увы, нет. Ведь наглость расхитителей чужих историй, тоже по-своему уникальна, она беспредельна. И поэтому, тот светлый день, когда будут разоблачены последние перлы вымыслов хайско-армянских сочинителей, к сожалению, еще далек. Добрый вечер. Я начал смотреть фильм, прислали мне, о Тигране Великом. И там автор, он говорит, наш царь Тигран Великий. Ну, дальше понятно, что он потомок Тиграна Великого. Братья-армяне, вы правда не понимаете, что это то же самое практически, если кто-то говорит, что он Наполеон. Ну, какой потомок Тиграна Великого? Но какие предки наши, строившие великие армянские государства 3000 лет назад? Большая часть жителей республики Армения, которые называют себя потомками Тиграна Великого, понятия не имеют, как звали их бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек в середине 19 века. Ну, поймите, наконец, что надо как-то переходить уже из детского садика, хотя бы в первый класс. Это стыдно говорить, понимаете? Да потомками древних Армений, если вдруг они были, несмотря на мою уверенность, что их не было и в помине, но даже если они были потомками, могут быть кто угодно, понимаете? Может быть, большая часть турок и азербайджанцев, потомки этой великой Армении, древней, будь она неладна. Ну, нельзя так, нельзя. Это страшно, смешно, страшно, стыдно. Давайте знать то, что можно знать, давайте перестанем выдумывать. Но, братья-армяне, ну, очнитесь, это же невозможно. Вам даже объяснить невозможно, что это стыдно. Вот что стыдно. Спасибо. 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 Спасибо.